Здравствуйте! Меня зовут Алина и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вместе с вами буду делать белевскую пастилу с малиновым порошком. Итак, 2 килограмма яблок. Сегодня я их не буду запекать, я буду варить в скороварке. Видите, я порезала просто кусочками и буду варить буквально минут 10 и будут готовы яблоки. Но, к сожалению, у меня осталось очень много отходов. Это были, которые попадали и у них слишком много отходов. По-нормальному, если у вас хорошие яблоки, то с 2 килограмм яблок получается где-то чуть больше килограмма готового пюре. Прошло 10 минут и яблоки уже готовы. Потому что они были порезаны на кусочки, они приготовились очень быстро и превратились в такую даже почти кашицу. Для этого рецепта мне понадобится 1 килограмм яблочного пюре. В этот раз я хочу взять немножко больше белков. Здесь 4 белка и для баланса вкуса 1 щепотка соли. 100 грамм сахара и порошок. Я буду добавлять сегодня малиновый порошок. Если вы не делаете дома нет малинового порошка или там других кондитерских порошков, можно смело заменить просто на малиновое пюре. Тогда из расчета на килограмм яблочного пюре можно добавлять 200 грамм малинового пюре. Пропорции все оставлять такие же. Итак, в чаше миксера у меня уже есть яблочное пюре. Сегодня я ничего отдельно взбивать не буду. Все буду взбивать одновременно. В яблочное пюре я добавляю сахар. Также вливаю все белки. И добавляю 2 столовых ложки малинового порошка. Все, теперь начинаю взбивать на низких оборотах, постепенно увеличивая и взбивать буду 20 минут. Масса уже взбилась. Вот так она выглядит. Очень пышная, густая. Очень хорошо держит форму. Я отбираю 3-4 ложки массы и оставляю ее в холодильнике до завтра. Этой массой я буду промазывать коржи. Пока что просто накрываю пленкой и оставляю в холодильник. Ну а масса, которая получилась, я ее условно разделяю на 2 ровных части. И буду выкладывать на силиконовый коврик. Сейчас пока распределяю ложкой. Но когда мне нужно будет выровнять, а для этой пастилы очень важно, чтобы она была ровненькая, она тогда сохнуть будет равномерно. Я возьму шпатель, вот такой вот для торта у меня есть, и я буду выравнивать им. Массу я разровняла, выглядит это вот так. Теперь с другой половиной теста делаю все то же самое. И буду сушить в сушилке равмид при температуре 50 градусов примерно 10 часов. Пастила уже высохла. Высохла очень хорошо. Ну все, можно ее снимать и промазывать. Смотрите, как хорошо она выглядит. Сейчас я ее сниму с силиконового коврика. И покажу ближе. Вот такая она полностью просохла. Так, и она мягкая. Один край, вот этот край чуть-чуть пересох. Но это не страшно, я оставлю ее отдохнуть и она отмякнет. А вот второй лист я еще оставляла немножко досушиться, потому что видите, вот это пятно, оно было не просушено. Когда я попробовала снять с силиконового листа, у меня пастила немножко вот здесь прилипла. И осталось вот такое пятнышко. Поэтому я ее сняла с силиконового коврика и оставила в теплой сушилке еще где-то на час. Все, теперь пастилу. Вот этих вот два коржа пастилы я буду разрезать еще пополам и буду формировать тортик такой. Сейчас как раз нам понадобится масса, которую я оставляла в холодильнике. Вот от этой массы отбираю половинку где-то. Можно было сразу разрезать и потом уже смазывать четвертинки. А можно так, как я, сейчас смазать целый лист, положить второй на него и потом уже разрезать. Сверху я накрываю другим. Другим коржом. И теперь я буду разрезать вот пополам. Нож я беру волнистый. Лучше резать на ровной поверхности, а не на такой сетке, как я пробовала в самом начале. Ну вот, посмотрите, вот такая она получилась, когда я разрезала. Так, друзья, посмотрите, вот такой получилась пастила. Сейчас мне нужно будет ее еще раз подсушить, чтобы масса, которой я промазывала пастилу, чтобы она тоже высохла. Сейчас я возвращаю пастилу на сетку, уже просто на сетку. И просушу ее при температуре 70 градусов, буквально 2 часа. Так, друзья мои, пастила уже полностью высохла. После сушки я ее оставляла просто остыть в сушилке. Я один край уже обрезала, поскольку у меня дочка очень просила такой пастилы. Второй край еще не обрезан, но я его обрежу. Посмотрите, какой она получилась внутри. Сейчас попробую показать поближе. Она действительно очень похожа на бисквитик такой. Очень хорошо пахнет малинкой. Нарезается она очень хорошо, вот таким вот ножом. Выглядит потрясающе, ну и, конечно же, очень-очень вкусная. Если очень сильно надавливать ножом, то пастила, она просто сомнется и не разрежется. И будет, не будет вот такого красивого разреза. Я вам желаю приятного аппетита! Будьте здоровы! Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. С теплотой к вам! Наша семья Кэн!